Есть статика, и там два условия равновесия. Первое условие равновесия – это сумма всех сил равна нулю векторная, и второе – сумма моментов сил. А переход энергии, это может быть в каких-то динамических равновесиях? Ну вот положение тела на орбите – это у нас равновесие. Тело движется, да, поступательно или там по орбите. Когда тело движется, оно находится вот в силовом балансе. Это мы все подробно описали, у нас есть фильм «Равновесие», где это все описано. И там вот есть вот этот момент переход энергии, как трактуется равновесие. Ну, как бы технический момент, но он написан недостоверно, но он в справочной литературе есть. В Егорском Детлове, в справочнике для инженеров, он есть переход энергии через равновесие. И таких моментов их много. Просто человек, поступающий в ВУЗ, он не имеет возможности сам прийти к каким-то выводам. Это значит, что вся информация, которая на него подается, она должна быть прям совершенно достоверна. Нельзя обманывать студента, нельзя обманывать ученика. Если мы обманываем, то все, мы ломаем специалиста. А у нас вот… Образование. Тоже вот ваш ролик про образование и моя больная тема про образование. Какие вот недостатки современного образования вы можете назвать? Самый главный недостаток – это воровство времени. За счет того, что дают недостоверную информацию, так? Дают много и дают то, что не нужно в принципе, и дают недостоверное. Вот мы не должны… Вот когда мы дали что-то лишнее, мы украли время. Вот у ребенка есть возможность запомнить вот ровно столько информации и не килограммом больше, образно говоря. И если вы его возможность… Ну, из этого он запомнит 30% в конечном итоге, и 20% останется с ним на всю жизнь. Если вы напихали вот в этот массив кучу лишнего, кучу недостоверного, который его сбивает, то он вот эти 20%, которые он будет помнить всю жизнь, там останется куча недостоверного, куча ненужного. Поэтому сокращать объем информации однозначно и повышать достоверность информации – вот это вот должно быть основное направление. Потому что вот просто вспоминая те материалы, которые нам давали в ВУЗе, пока я учился, я понимаю, что часть из них практически не имела быть шансов применено где-то на практике, на инженерной. А вы, простите, в каком году учились? Я… После школы, да? Поступил в 85-м году, но меня там на три года забрали на флот. Вот, поэтому у меня там три года плюс пять. Где-то так я поучился. Ну, в одно время мы заканчивали. То есть захватили вы все-таки образование-то советское. Мне кажется, я закончила ВУЗ, и вместе со мной, как я выпустилась, закончилось это образование. Ну да, так получилось, что я с ВУЗом-то не расстался после окончания. И заходил, и общался с преподавателями. Ну да, жизнь прям менялась на глазах. Когда преподаватель еще… Ты заходишь в институт, и тебе подбегает преподаватель, тебе гараж не надо рубероидом заклеить, перекрыть. То есть пытались выживать как могли в те годы. Ну а вот сейчас ведь новшество пошло с дистанционным образованием, вот этими IT-технологиями. И есть такое новомодное течение, индивидуальная образовательная траектория. Как вы думаете, может быть, это бы решило вот эту проблему? То есть человек мог бы выбрать сам, что ему учить, что не учить? А как он выберет-то? Как он выберет, человек? Вот как он выберет, что учить, что не учить? Ну, может быть, у него интересы какие-то. Ну вот, я имею в виду, в рамках профессиональной ориентации он выбрал вектор направления в ту сторону. А дальше как он получит достоверную информацию? Как он выберет, что вот эти разделы достоверные, а вот эти нет? Он все равно будет ковыряться в каком-то направлении, но в грязном потоке. У нас нет фильтров информационных. Вот у нас идея по сообществу, она заключается в следующем. Первый этап – выделить информацию, имеющую достоверный статус. Оформить ее надлежащим образом, в том числе в форме энциклопедических словарей и так далее. И работать уже с этим, популяризировать эту информацию, ту информацию, которая недостоверная, ее маркировать соответствующим образом, чтобы было прям помечено, что это недостоверная информация. Чтобы люди, погружающиеся в наше информационное поле, имели уже выбор и возможность знать, где информация достоверная, а где недостоверная. Дальше у нас собирается уже группа людей, которые понимают статус информации, что достоверная, что недостоверная. И когда уже критическая масса нашего сообщества нарастет, в том числе преподавателей, в том числе кандидатов, докторов наук и так далее, мы сможем, я думаю, формировать мнение в нашем информационном пространстве. Потому что, по идее, все заинтересованы, потребители все заинтересованы получать достоверную информацию. Те, кто транслируют информацию, они не все заинтересованы. Вот у нас мы сталкиваемся постоянно, когда люди, даже понимающие, что они неправы в тех же вопросах пространства, в тех же каких-то физических теориях, они понимают, что они неправы, что у них не сходятся. Но они продолжают до последнего отстаивать свой релятивизм, все вот эти вот тупиковые, безграмотные позиции. Потому что, ну, во-первых, он ничего кроме этого не знает. Вот представьте, вместо достоверной физики он знает пару фантастических теорий про драконов. Все. И если у него отобрать эти теории про драконов, он вообще никто, не звать его никак, он бесполезен. Это проблема нравственности, так? Ну, получается. Ну, это решаемые проблемы. Про решение проблем, ой, я не знаю. Как можно перестроить весь мир? Если все скатились, скатываться с горочки же легче, в деградацию падать легче. А чтобы идти туда, куда надо, чтобы быть человеком, надо же прикладывать усилия. А народ не хочет. Он даже ролики, которые длиной 20 минут уже посмотреть не хочет. Ему нужно 2 минуты, чтобы все моталось, бегало. Это все хорошо. Значит, нам придется давать ему такие ролики, как он хочет. Это реальность. Это так и должно быть. Ну, а как перестроиться? Правда, на нашей стороне мы однозначно победим. Это вот если бы во всех водопроводных кранах на всей планете лилась бы грязная, мутная жижа, и мы одни имели доступ к чистой воде, люди бы на нас начали переключаться и потребляли бы в результате чистую воду, и процесс был бы лавинообразный. Так вот, это то же самое, что мы делаем с научной информацией. Мы единственные на... Простите, что перебиваю, можно спросить тут же? Пожалуйста. Вот у вас источник чистый, и к вам идут на халяву все, кому не лень. Они вам нужны? Они вытопчат тропу, испачкают этот источник, и вы лишитесь этого источника? Наша задача... Мы не лишимся этого источника. Вот нас выбить из этой колени возможно. Вот человек один раз становится здравомыслящим, и вот назад его уже грязь не вогнать. Он будет заниматься своей гигиеной и мышлением. А любой человек, даже с плохими умыслами к нам пришедший, он в конечном итоге все равно работает на продуктивность общества в целом. Он работает на распространение достоверной информации. С кем поведешься, как в пословице мудрость, да? Ну да, но у нас как бы мы все равно опираемся на ядро, и мы полагаем, что вот эта вот группа людей с определенными ценностями, мыслительными и общечеловеческими будут формировать ядро нашего сообщества. Вот нам грамотно проставить эту схему, чтобы оно не было перебиваемым. У нас просто получается так, что к нам действительно приходят все люди. И со светлыми мыслями, и там, не знаю, с бобрами за пазухой. У нас уже прям поток. И прям карьеристы такие, которые интриганты есть, все есть. Ну, есть просто нормальные ребята, которым действительно нравится идея достоверной информации. И они работают на это, помогают. Вот очень большая поддержка, очень большое участие. Вот. И чувствуется, как мы набираем силы, все равно мы победим. Это уже не... Мне понравилось, как вы назвали свое сообщество. Можете озвучить, и почему так? Разумная цивилизация? Да. Разумное сообщество? Да, разумная цивилизация. Если люди действительно привержены логичной и разумной схеме мышления, если они умеют отличать достоверные потоки информации от недостоверной, это же, ну, это уже прогресс. Но вот у нас, получается, по активности помыслительной, ну, у нас на научные темы способны думать, ну, образно. От потолка называют цифры, процентов 20 людей, не больше. Остальным это неинтересно. Вот просто неинтересно. Если человек не думает на эти темы, он никогда не станет в этих вопросах специалистом. Ну, здесь он этим не занимается. А куда девать остальных 80? Вот 20 хотят, вот они придут к источнику. А 80-то куда девать? Вот эти 20% – это элита, интеллектуальная элита нашей планеты. Они и определяют, должны определять вектор развития. Вот именно ребята, которые самостоятельно, с помощью своего мозга смогли разделить информацию на достоверную и недостоверную, вот это интеллектуальная элита нашей планеты. И они подтягиваются к нам, они собираются в одном месте. А как они-то поделят? У каждого ведь своя истина. Есть же такое, что у каждого… В смысле? Нет, не понял вот этот повторитель. Как они поделят? Не понял, что вы… Вы сказали, что они поделят на достоверную и недостоверную. Как они поделят? Каждый человек разве может… Я потратила сколько времени над вопросом, что значит критерий истинности для меня? Вот у вас есть критерий истинности? Есть. В соответствии с законом логики и научным фактом экспериментальным. Это так оно и есть, это по-другому никак. А пример можно привести? Вот мне в учебниках сейчас вот по квантовой физике есть такой эксперимент, как бы не вспомню сейчас фамилии, вдруг ошибусь, не буду называть, по дифракции электронов. И вот они показывают нам картиночку в школьных учебниках. Там есть вот эти периодические точечки. Где-то есть точечка, где-то нет. То есть разные по цвету. Как это можно приписать к подтверждению волновых свойств электронов? Потому что я вот посмотрела, и первое, что у меня интуитивно идет, это отражение периодичности самой решетки, в качестве которой кристаллическая структура взята. Почему надо то, что мы видим, приписывать именно электронам? Я даже статью такую написала, издала в какой-то конференции, там не знаю сейчас их, миллион всяких. Суть в том, что дайте мне реальные экспериментальные факты, а я сама их интерпретирую, как новость. Это же не факты. Трактовка фактов – это действительно заванная вещь. Но некоторые люди не могут сосредоточиться и трактуют, как им удалось, скажем так. В результате… Есть научный метод, вот это вот все подробно, если разбирать. Вот мы сделали ролик в свое время по дуализму. И там все показали, что где достоверно, где недостоверно. То же самое, ну вот, как это вот, хороший пример с тараканом. Отрываю таракану две ноги, дуем свисток, таракан ползет. Отрываем четыре, таракан ползет. Отрываем шесть, дуем свисток, таракан команда не слышит. Ну, то есть, уши расположены на ногах. Тут трактовать можно как угодно. И то же самое вот именно с искривлением пространства, да, когда отклонение пучка фотонов выдают за искривление пространства. Вот причинно-следственной связи нет. Значит, вывод нарушает четвертый закон логики, достаточного основания. То есть, все, что нарушает закон логики, в топку. Это недостоверно. В принципе, вот эти критерии, четыре закона логики. То, что не вписывается в закон логики, и все. Но у вас логика какая? Логик я знаю несколько. Нет, вы не знаете несколько логик. А мне кажется, я знаю. Логика одна. Вот первый закон логики говорит, что логика только одна. Имеет ни одно значение, значит, не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом о действительности с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить. Вот однажды обозначено, что такое логика. Это то, что соответствует вот этим четырем законам. Все остальное с того момента уже не логика, если вы придерживаетесь первого закона логики. Но у меня есть такое определение логики. Логика – это наука о правильном мышлении, нет? Да. Это не подходит? Логика – это наука о правильном мышлении. И вот эти четыре закона. А четыре закона – это уже, например, я могу сказать, что это ваша трактовка. Нет? Нет. Что вы тогда скажете? Логика – это вот как раз совокупность четырех законов, и это в совокупности и называется. Это аристотельская логика. У Платона и Сократа была другая логика. Это свои представления о мышлении, свои идеи о мышлении. А вот логика – это вот именно оно и есть. Это вот вы говорите про историю развития логики, про историю становления логики. Но когда она сформировалась, она сформировалась, пришла вот именно к четырём законам, и всё. Ну вы знаете, что такое диалектика? Диалектика – это болтология. Ну, краснобайска. Не, мне просто, если у вас, например, есть уже личный такой опыт какой-то, чтобы вы могли сказать. Знаете, я чего придерживаюсь? Вот вообще не хотелось бы. Вот посмотрев на ютубе несколько роликов, когда встречаются вот здесь, ну как это слово означает, дебаты, вот мне бы хотелось всегда беседовать, дебатировать и перекрикивать друг друга «не люблю, совершенно не хотелось и не вижу конструктивно». Как вот говорят, истина рождается в споре. Нет, в споре рождается ненависть, вражда и прочее. А истина должна рождаться в конструктивной беседе. И не нужно бояться критики, не нужно, даже не то, что критикой, даже критикой не нужно называть несогласие оппонента. Просто есть несколько людей, и у них есть свои взгляды. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»